побывал я в бункере 42 на таганке позиционируется это как музей холодной войны там еще есть ресторан ну ты об этом не сразу знаю что в ресторан можешь попасть так есть две экскурсии одна за 1100 рублей и 2 за 1700 большую брать нет смысла берешь маленькую сразу за 1100 потому что за 1700 тебя просто еще по сырым катакомбам поводят там ничего интересного покупая экскурсию тебе скажешь должен спускаться пешком вниз но там есть лифт сбоку и все посетители ресторана спускаются на нему рассчитан на 3-4 человека тебе просто о нем не скажут потому что все посетители экскурсии туда не влезут дальше ты спускаешься вниз по типичным советскому подъезду из какого-то пятиэтажки до 65 метров вниз сыра пахнет плохо в распираторе нормально дышать нет дискомфорта распиратор был нехорошо спустившись вниз тебе будут рассказывать про анкерные болты которыми укреплены конструкции дальше тебя будут водить по четырем что ли экспозиции да и начинается это все с места дежурного который уже выглядит натурально там лично завезенные стали нам аппаратура видимо телефон который остался и сталинский автомата с газировкой красный и ковер до у дежурного все открыто никаких не завесов не решет ничего нету решеток только за электро щитом выглядит очень ненатурально но ну и понятно дальше проходим в зал где нам будут показывать в типичной учебке фильм про холодную войну да где-то будут показывать его на минут 20 душный душный фильм а экскурсии все длится полтора часа там единственная какая экспозиция есть это старый типа киноплёночный проект дальше основная экспозиция у них идет это место ядерного катапультирования да то есть бомбление здесь тебе будет и имитация ядерного удара да с помощью двух добровольцев и самолет бомбардировщик то берут двух людей из карликов до которые на экскурсию будут сажают за пульты они вводят какие-то команды на кнопочки нажимают а потом показывают кино выключают свет оба моего включают вот и все вот и все дела ну какие тут есть экспонаты тут есть два манекена царь бомба вот такая мощная до модели ракет специальный вот этот актер до косящий под капрала самолетик вот такой мощный даут натуральную величину и самый крутой это красный люк для стекания человеческой крови вообще шикарно дальше у нас зал который нельзя было снимать и сразу идет зал грот метростроевцы то есть тут нам рассказывают как бетон смешивали со свинцом и сколько померло метростроевцев к строили эту всю штуковину до бункера себя как я сказал представляет уже просто туннели метро разделенные на несколько этажных конструкций бетонными перекрытиями плитными и я так понимаю что нам уже в конце рассказывать что от этого бункера по-настоящему там остались только железные двери эти анкерные болты там ничего секретного нет а все эти нищие четыре экспозиции создавались путем сбора с помоек советских военных заброшенных частей всякого мусора да при этом один зал запретили снимать даже фото да у них здесь фотосъемка не сразу можно фотографировать а видео снимать нельзя но как в третийковской галереи снимать то по закону везде можно до в любом музее вы можете снимать а вот например в третийковке вам за фото-видеосъемку могут отдельный чек выставить делать они это не имеют права потому что у вас есть не исключительно право на все что вы видите пока вы например даже в кинотеатре фильм сняли или или в театре сняли спектакль до пока вы не выложили это для получения собственной выгоды вы можете думать спокойно смотреть пересматривать ваш не исключительно права я предполагаю так ну вот ресторан собственно там довольно уютно просто ресторан в туннеле метро получается с красными советскими диванами советскими фильмами каким-то типа советским меню меню я брал скоблянку это типа жульена с мясом и картошкой брал борщ и глинтвей ну кухня на 4 из 5 на мой взгляд она не суперская но довольно атмосферно сюда можно спутницу привести я думаю что девочки любых возрастов оценят это место вот даже те подружки с клаустрофобией типа моей жены до которые боятся туннелей им все равно здесь понравится вот в общем они не дают здесь снимать потому что смотреть здесь особо и нечего и надо бы конечно что делать да ну в роспотребнадзорная написать что снимать здесь все-таки можно до чтобы они как-то уверены запрещают снимать видео а фото типа делается конечно это ужасно вот потому что так бы люди давно знали что смотреть там нечего учитывая что они рекламу выкладывают в интернет и показывают все это и оборудование то что сами даже запрещают снимать на все это выкладывают это очень очень плохо потому что нельзя даже обзор на это место сделать нормально да с ними не поругавшись там нормальный обзор это в комфортной нормальной обстановке ну вот это имитация ядерного удара то есть вас заводит в эту штуку и там будет терпите а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну потому что здесь тебе просто нагнетают атмосферу советского снимать нельзя А по сути дела все какой-то клюквенно-бутафорское и ничего особо интересного нет То есть кроме ресторана на глубине 65 метров в подвале То есть который по сути дела как на станции метро находится Все, ставьте лайки, подписывайтесь, спасибо всем